Мем один забавный в интернете нашел, не могу не поделиться. Человек собрал в кучу три великих высказывания. Трех наших великих современников из последнего, точнее газетные заголовки об этом, а затем сделал небольшое шуточное резюме. Итак, они скоро грохнутся. Владимир Путин предрек крах доллара и политики США. Рогозин напророчил провал новому космическому кораблю Илона Маска. Дмитрий Медведев предрекает российской экономике мощную гравитацию. Вот теперь то самое резюме. А невменяемым почему-то признали якутского шамана Габышева как-то так. Начинаем! И сегодня мне хотелось бы завершить начатую эпопею о кремлеботах или о кремлевских пропагандистах, как кому больше нравится, о людях, которые вас постоянно обманывают, зачастую за ваши же деньги. Ну и начнем, пожалуй. Активные пользователи интернета уже знакомы с этим высказыванием заслуженной теледивы Российской Федерации Елены Малышевой, которая призвала повысить пенсионный возраст еще раз. Для всех остальных вот. Насладитесь. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет, не работая, и с этим что-то надо делать. Немедленно продлить пенсионный возраст до 67. Нет, я понимаю, что госпожа Малышева ничего тяжелее микрофона в своей жизни не поднимала. Я даже примерно сейчас могу расписать вам, как выглядит рабочий день этой замечательной женщины. Итак, проснулась, позавтракала на улице, уже ждет водитель на казенной машине. Даму привозят в останки, насажают на грим, дают почитать сценарий. Будущие программы, сценарий, которые написал кто-то, не она. А Малышева вносит устные правки. Этот кто-то вписывает правки в сценарий. Камера, мотор. Постояла, покривлялась в студии. Посадили в служебную машину, отвезли домой. Несколько сотен тысяч рублей зарплаты. Барышня за это получает. Плюс куча приятных бонусов в виде оплаты мобильного телефона, компенсации за отпуск и так далее. Че так не работать? Таким макаром можно и до 67. И до 77 трудиться, не покладая рук. А вы бы, Елена Васильевна, свои 58 попробовали асфальтоукладчице. Лопаткой помахать пару тонн асфальта. А в день покидайте ручками. Хотя бы с полгодика. А потом мы с удовольствием вас послушаем. В смысле, вашу позицию относительно увеличения пенсионного возраста. Это просто я-то, в отличие от тети Лены, ежедневно вижу всех этих людей, которым за 60-е, которые всю жизнь занимаются тяжелым физическим трудом. У них куча всяких болячек в таком возрасте вылезает. Еле ноги переставляют иной раз, потому что не сложно лишь... И вот сейчас славами Вася Обломова скажу. Хотя нет, пусть он сам. Нести херню совсем не сложно. Это реальная журналистика. Тема сегодняшнего выпуска такой и будет. Нести херню совсем не сложно. Поехали. Вообще, конечно, это уже даже не смешно. Работающие на власть журналисты и блогеры могут только врать. Ну, во всяком случае, так получается. Причем врут ребята и в мелочах. И по-крупному. Лишь бы лизнуть начальству поглубже. Вот, пожалуйста, один такой то ли журналист, то ли блогер, автор программы с громким названием «Антифейк». Фейкометчиков, ребята, товарищ разоблачает. Предлагаю послушать и посмотреть. Предполагаю, что эту тему еще будут раскручивать. Потому что понемногу уже начали. Этот пост вон уже набрал сотни лайков и ретвитов. Пермский край. Нефть и газ. Деньги. Бешеные деньги. Ребенок умирает от голода, потому что его семья в нищете. Ну и дальше злобное брызгание слюной на тему «Мы здесь власть». Дана ссылка на дождь. Заголовок. Завуча Пермской школы приговорили к условному сроку из-за смерти ученицы от голода во время каникул. Кстати, а у нас Пермя-то разве нефтяной регион? Ух ты! А разве Пермя-то нефтяной регион? Задает саркастический вопрос этот человек. И вот хочется сказать, да, ты знаешь, да, экономика края почти на 80% связана с нефтью и нефтехимией. Больше тебе скажу. Может быть, ты когда-то слышал существование некой маленькой нефтяной компании? Она не очень известная, поэтому и спрашиваю с оговоркой «Может быть?». Ну а вдруг? «Лукойл» эта компания называется. Так вот, «Лукойл» родом из Перми. Он там начинался. И для того, чтобы все это выяснить, не нужно записываться в библиотеку имени Ленина. Не нужно заканчивать каких-то специализированных узов. Ты бы хоть Википедию открыл, прежде чем такую чушь в эфире нести. Кстати, а у нас в Перме-то разве нефтяной регион? Зато антифейк у него программа называется. Нет, я-то понимаю, зачем потребовалось так бессовестно брехать. Поступил заказ, нужно было отмазать пермских чиновников, которые настолько эффективно управляют одним из богатейших регионов в стране, что у них уже дети от голода умирают. Это когда поймали и ткнули носом в эту историю, ребятишки назначили крайним какого-то зауча. Вот ты и выпрыгиваешь теперь из штанов в попытке оправдать эту бесстыжую систему. Потому что хозяева приказали, «Слушай, ну ты делай такие вещи, как ты умнее, что ли. Тебе ведь не только идиоты смотрят, слушают, но еще и нормальные люди. Это первое. Второе. Как ты потом своим соотечественникам в глаза-то смотришь? Ну и третье. А ради чего? Судя по тому, как этот человек кадет о каких-то больших деньгах, в его случае речи не идет. Еще одна фишка кремлеботов. Когда у них заканчиваются даже лживые аргументы, они переходят к оскорблениям. Ярчайший пример Руслан Асташко, основатель портала YouTube-канала «Полит Россия». Предлагаю послушать неопровержимые доводы этого человека. Оценить российский спецназ решил польский генерал Роман Полька. О собачках Чихуахуа, которых так любят заводить гламурные дамы полусвета, бытует шутка, что эти песики на 50% состоят из дрожи, а еще на 50% из ненависти. Если применить этот рецепт к польским военным, то выйдет, что они наполовину наполнены гонором, а оставшиеся 50% целиком занимает тупость. Если человек лакей, то это лезет наружу буквально во всем. На кой ляд российским спецам интересоваться тем, как решают, допустим, свои задачи американские клоуны из спецназа «Дельта»? Тупой генерал! Польские войска на 50% состоят из тупости, а американское спецподразделение «Дельта» — клоуны. Слушайте, ну железные аргументы. Просто против таких даже возразить нечего. При этом человек даже в эфире использует английский язык в названии своего портала тоже. Распространяет свои видео посредством американской платформы YouTube. Снимается на заграничную камеру, уверен, даже ездит на иномарки, но они там все равно тупые. Хотя пусть это останется на его совести, но ты же себя серьезным журналистом мнишь, политологом. Что у тебя за аргументация? Хотя у них, похоже, в методичках это прописано. Я, правда, на 100% не уверен, не читал, но ощущение складывается именно такое. Пункт там какой-нибудь пятый, я не знаю. Закончились аргументы, начинай хамить. Тут появляется толпа гопников, мажористых придурков, которым, видите ли, захотелось испортить москвичам праздник. То есть вечные 2% дерьма. Или вот еще пример, пожалуйста, вообще из свежего. В одном из прошлых выпусках в рамках вот этого вот спецпроекта «Зе пропагандисты» по аналогии с книгой Сергея Минаева «Зе тёлки» я рассказывал вам о блогере Михаиле Советском и предположил тогда, что этот человек может являться проектом администрации президента. Кремлебот тут же записал ответное видео в стиле Кремлебота. В смысле с аргументами из той самой методички. Ты знаешь, я сейчас продемонстрирую уровень твоей журналистики. Сейчас я докажу, что ты педик. Вот ты вряд ли, наверное, говорил в своих видео, что ты натурал. Вот я натурал, мне нетрудно это сказать, вот я признаюсь. А ты, видимо, наверное, не говорил. Значит, что? Значит, ты педик. Второй факт. Вот я даже не знаю, как на это реагировать. Обижаться – много чести. Посмеяться – ну да, только посмеяться и остается, потому что, повторюсь, вот они аргументы Кремлебота. Он либо лжет напропалую, либо сыплет оскорблениями. Обидно за людей, которые слушают вот таких вот гопников. Становятся их подписчиками. Ребят, ну если вы хотите посмотреть на гопника, для этого необязательно идти в интернет. Сходите вечерком к винному магазину или до ближайшего пивника. Вы там еще не такое увидите. Больше скажу. Вы сами сможете снять там ролик, выложить его в том же Ютьюбе. Еще и денег заработаете на просмотрах. Подумайте об этом. Ну а мне пора закругляться. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на мой интернет-канал. Ссылка сверху. Там больше серии этого замечательного сериала. В соцсети ко мне тоже. Добро пожаловать в друзья. Добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.